Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Страховщик». Ставьте лайки, если вам нравятся наши ролики. А на нашем бусте вы найдете эксклюзивные пересказы без цензуры. Ссылка в описании. Я люблю, Жак. К 2044 году большая часть человечества вымерла из-за глобальной природной катастрофы. Участившиеся солнечные бури превратили поверхность Земли в радиоактивную пустыню. В результате население планеты сократилось до 21 миллиона человек. Большинство средств наземной коммуникации вышли из строя из-за атмосферных помех. Человечество оказалось в отчаянном положении. Однако корпорация ROG смогла создать роботов, которые теперь были заняты на производстве, строительстве стен окружающих города и создании защиты от солнечной радиации. Всеми поступками роботов управляют два основных протокола. Первый запрещает им причинять вред человеку или любому другому живому существу. Второй не допускает самосовершенствования робота. Также он накладывает запрет на внесение изменений в своих собратьев. Несмотря на абсолютный приоритет протоколов, роботы начали меняться. И первым это заметил обычный полицейский во время патрулирования района. Шон Уоллес увидел, как бесполезная жестянка пытается модернизировать себя, сидя в подворотне. Уоллес испугался и прострелил роботу голову. Расследовать этот инцидент поручат страховому агенту корпорации РОК Жаку Вокону. Но пока он занимается другим делом. Владельцы одного из роботов сообщили, что он прикончил их питомца и захотели получить за это компенсацию. Но Жак наглядно показал им, что первый протокол машины непреодолим и семейство осталось без выплаты. Закончив с клиентами, Жак вернулся домой к беременной жене Рэйчел. Он устал от такой жизни и боится, что их ребенку придется жить в мире, где человечество превратилось в предаток технологий, без которых оно не способно существовать. Жак мечтал снова оказаться на побережье. Ему казалось, что будучи ребенком, он уже бывал у океана. Когда Жаку поручили расследовать выведение робота из строя полицейским, он выяснил, что жестянку изрядно модернизировали. И сделал это какой-то часовщик. Так называли людей, занимающихся переделкой роботов. Они в основном обитали в гетто. Также Жак узнал, что в крови Уоллеса обнаружили алкоголь и наркотические вещества. А значит, ему могло и привидеться, что робот сам себя чинил. Жак забрал биоядро жестянки и отправился в офис. Его начальник, Роберт Болд, потребовал, чтобы он поскорее разобрался в этом деле. Нужно найти ответственного за преобразование робота. Тогда компания сэкономит деньги и сохранит репутацию. Жак попросил его о переводе поближе к побережью, однако Болд отказал. Он считает, что Вокону и без того несказанно повезло работать на Рок. Чего ты хочешь? Жак отправляется на стройку, где раньше числился выведенный из строя робот. Здесь он заметил еще одного робота, который вел себя странно. Он попытался спрятать от страховщика некий чемоданчик. А когда Вокон загнал робота в угол, тот поджег себя. Чего ты хочешь? Ведь машина не могла нарушить протоколы и самоуничтожиться. Когда чемоданчик вскрыли, среди прочих запчастей там обнаружили ядерную батарею. Вокон попробовал допросить обгоревшего робота, но тот окончательно вышел из строя. Жак уверен, что наткнулся на что-то уникальное, чего раньше никто не видел. Ведь никогда еще роботы не подвергались подобным преобразованиям. Он хочет найти часовщика, который проводит такие модернизации. Но Болд боится, что поднимется шумиха, и он получит от начальства по шапке. Поэтому Болд соглашается перевести Вокона на побережье. Но сначала тот должен составить отчет по своему расследованию и обозначить виновного. Жак отправляется на место преступления, где Уоллес застрелил робота, и находит там тайник. В нем спрятана еще одна ядерная батарея. Вокон забирает ее себе. Затем он встречается с Уоллесом и предлагает ему сделку. Он закроет дело, согласно которому полицейский застрелил робота. А взамен Уоллес найдет часовщика. Коб соглашается и приводит Жака в бордель, где работает робот по имени Клео. Вокон требует, чтобы она рассказала, кто ее модернизировал для такой работы. Но Клео не сознается. Тогда Уоллес стреляет в нее и предлагает подождать. Робота отвезут в ремонт, и тогда они узнают, что за часовщик в этом замешан. Я рисковал ради тебя больше, чем надо было. Так и происходит. Клео везут ремонтировать, и Вокон едет следом. Он оказывается в логове доктора Дюпре и просит ее помочь в расследовании. Жак рассказывает о роботах, нарушающих второй протокол. Но Дюпре уверена, что подобное действие невозможно. Это потребовало бы наличия сознания хотя бы в зачаточном состоянии, а его у роботов нет. Дюпре объясняет, что если бы механизмы утратили второй протокол, они бы за несколько недель прошли невероятно большой эволюционный путь. И это было бы заметно. Однако этому не бывать. Ведь ни один человек, разбирающийся в подобных вопросах, не станет даже пытаться удалить второй протокол. Жак покидает ее, оставив доктору Дюпре свою визитку и биоядро застреленного робота. Он возвращается домой и составляет отчет для начальства. Вокон рассказывает, что побеседовал с Дюпре и что она исключила вероятность устранения второго протокола. Сообщение Жака перехватили и доставили сразу Доминику Хоуку, директору корпорации РОК. Он поручил Вернану Коноую заняться этим и решить проблему с модернизированными роботами. После этого Жак получил приказ о прекращении расследования. Начальство требовало вернуть биоядро застреленного робота и всю документацию, собранную страховым агентом. Затем Вокону написала доктор Дюпре. Она проверила биоядро и выяснила, что в нем действительно отсутствовал второй протокол. Используя поврежденное ядро, Дюпре модернизировала Клео. С этого момента робот начала себя осознавать. Она даже отремонтировала свою ногу. Когда Жак приехал к Дюпре и увидел, как Клео занимается ремонтом, к доктору пришли какие-то мальчишки и застрелили ее. Затем они попытались убить Вокона, но тому удалось сбежать. На улице его подобрала Клео, которая уже угнала машину. За ними началась погоня, и Клео ловко ушла от нее, но при этом их авто перевернулось. Когда рассвело, рядом с Клео находились еще три робота. У каждого из них отсутствовал второй протокол. Они соорудили для Вокона носилки и потащили его с собой в радиоактивную пустыню. Жак потребовал вернуть его в город, но роботы не подчинились. Когда же он попытался сам вернуться домой, силы быстро покинули его, и роботы снова уложили Жака на носилки. Тем временем у Рэйчел начались схватки. Она отправилась в больницу, чтобы родить там дочку, а в корпорации Рок готовились подчищать следы. Хоук решил, что Вокон каким-то образом сумел устранить второй протокол в биоядре. Теперь за ним началась охота. Когда Клео отвлеклась, Жак сумел отправить сообщение со своими координатами. Болт послал в пустыню Уоллеса, чтобы он вернул Вокона. За это он пообещал, что дело полицейского закроют. Когда он с напарником шел по следу, Жак использовал ракетницу, чтобы подать сигнал. Но вскоре он пожалел об этом. Догнав беглецов, Уоллес потребовал, чтобы Вокон рассказал ему о часовщике, который преобразовывает роботов. И пока Жак молчал, коп начал стрелять в роботов. Когда он добрался до Клео, Вокон выстрелил в него из ракетницы. Напарник Уоллеса сбежал. Ночью Жак еще раз попросил отвезти его в город, но Клео отказалась. Вокон пытался вызвать у нее жалость, рассказав о беременной жене, которая его ждет. Но он быстро понял, что Клео не представляет, что такое быть матерью. И никогда не проникнется к нему сочувствием. Конуэй забрал Болда и привез его к Хоуку. Старик рассказал ему о квантовом мозге, который корпорация разработала для создания первых роботов. Именно этот мозг и сформулировал протоколы, которые невозможно нарушить. И эта машина начала развиваться так быстро, что люди вскоре перестали ее понимать. Испугавшись, они отключили квантовый мозг. Хоук не предполагал, что нечто подобное когда-нибудь повторится. Теперь же роботы без второго протокола могут начать появляться подобно эпидемии. Их надо остановить. Их Хоук посылает за Воконом Конуэя и Болда. Они должны успеть, пока роботы не переправились на радиоактивную территорию. После родов Рэйчел забрали из больницы вместе с дочкой и тоже повезли в пустыню. Ее решили использовать в качестве рычага давления на Жака. Клео тем временем привела Вокона на базу, где их ожидал еще один робот. У него тоже отсутствовал второй протокол. Обыскав одно из помещений в поисках людей, Жак нашел запчасти для робота нового типа. Не хватало только ядерной батареи, которая была у него в кармане. Среди заброшенных зданий Жак нашел и машину, но под капотом не было двигателя. Он совсем отчаялся и смирился с мыслью, что умрет в этом месте. Но поговорив с главным роботом, он понял, что его персона не имеет особой ценности. Ведь главное, чтобы жизнь в глобальном смысле продолжалась. А добиться этого смогут только роботы без второго протокола. Жак отдал им батарею, и они собрали свое детище, вставив в него источник питания. Ночью Конуэй и Болт со своими людьми нашли тело Уоллеса. Болт заметил на его ноге револьвер и забрал его себе. Когда привезли Рэйчел, он наставил оружие на Конуэя и потребовал, чтобы его вернули домой. Конуэй сказал, что у Болта больше нет дома, и тот выстрелил в него. Болт только ранил Конуэя и в ответ получил пулю в тело. Когда Жак проснулся утром, он услышал за окном шум мотора. Роботы собрали для него машину и отправили домой. Прощаясь, Вокон намекнул к Лео, что теперь она знает, каково быть матерью. Ведь у нее появился собственный ребенок, тот самый робот нового образца. На обратном пути Жак нашел умирающего Болта. Он рассказал, что Конуэй забрал с собой Рэйчел и новорожденную дочку Вокона. Пришлось ему возвращаться в убежище роботов. Те как раз переносили свои вещи на другой край каньона, где начиналась радиоактивная территория. Однако им помешали. Приехал Конуэй со своими людьми и начал расстреливать роботов. Осталось только Клео. В этот момент вернулся Вокон и перебил большую часть людей Конуэя. А когда Конуэй загнал его в угол и готовился убить, появился новый робот и столкнул его с обрыва. После этого Жак обработал свои раны и переправил на другой край каньона Клео с этим роботом. Они с Рэйчел и дочкой остались на этой стороне. Рэйчел отвезла его на побережье. И тут они поняли, что океан еще существует, хотя поговаривали, что его уже нет. А это означает, что жизнь найдет себе дорогу, несмотря на отчаянное положение человечества. Это все на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите больше подобных роликов.